Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Крачево-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Крымская визна – время, определившее будущее полуострова и его жителей. Семилетие воссоединения Крыма с Россией отметили в черкесске концертом в центральном сфере. Участие в программе «Молодая семья», «Земельные отношения» и эти и другие насущные проблемы поднимали жители Прикубанки на приеме граждан у главы района. Они в полной мере прочувствуют ту атмосферу. Родители выпускников школы этого года сели за партой и прошли всю процедуру единого госэкзамена. Масштабная реконструкция детской школы искусств в центре Черкеска. Когда будет завершено строительство, каким будет новое здание и будет ли большим актовый зал? Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова, главу Севастополя Михаила Развожаева, жителей полуострова и всех россиян седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пожелав мира, благополучия и процветания братским регионам и всей России. Это важное событие в новейшей истории нашей страны. Событие справедливое, долгожданное для многих, наполненное глубоким смыслом и торжеством. За прошедшие семь лет Крымский полуостров преобразился и полюбился как одно из самых красивых и удивительных мест для отдыха в России. Крым стал по-настоящему родным. Укрепились межрегиональные связи между нашими регионами, а главное – нашими жителями. И сегодня в честь воссоединения Крыма с Россией в центральном сквере Черкеска состоялся концерт. Зрители насладились музыкой и послушали песни в исполнении известных артистов республики. С торжественным мероприятием Альбина Ламкова. Крымская визна – время, определившее будущее полуострова и его жителей. Его возвращение имеет важное значение для целостности нашего государства, исторической справедливости и объединения всего российского общества, независимо от политических взглядов граждан, их национальности и вероисповедания. Семь лет назад состоялся судьбоносный референдум в Крыму. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Это время определило её будущее. И эта дата стала важным, знаменательным событием для всех россиян. Возвращение региона, углона матери большой страны. И то, что у нас сегодня этот праздник здесь, и интерес людей в рабочий полдень есть к такому мероприятию, говорит на то, что историческая справедливость восторжествовала. Погода всё-таки внесла свои коррективы. Но, несмотря на порывы холодного ветра и дождь, люди прибывали. Огромный курорт, огромная республика, которая сегодня является частью нашей большой страны. И мы, жители страны, очень рады этому. И хотим частицу этой радости сегодня с помощью наших артистов, с городов и районов нашей республики передать всем жителям и гостям нашей столицы. Программа праздника была представлена яркими выступлениями артистов. Предложенный репертуар исполнителей носил патриотический характер. Независимо от выбранного жанра, каждый номер был артистичным и запоминающимся. Гости праздника с большим удовольствием поддерживали выступления, разделяя радость свершившегося факта. Мы всегда были вместе с Крымом. Испокон веков Крым был наш. Это и по истории. Он навеки наш. Он и будет наш. И дай Бог, чтобы мы в мире жили все. Чтобы было всё хорошо. Я был в Крыму, и я очень рад, что такое красивое место, живописное, теперь в составе нашего государства. Такие мероприятия – это не только яркое городское событие, но и важный вклад в воспитание патриотического духа. Россия – это не только яркое сердце, Россия, ты можешь, ты можешь, ты можешь. Альбина Ламкова, Ислам Мурумов, Вести, Карачаево, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 455 человек. Из них 18 015 выздоровели, 131 госпитализированы. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии местами осадки, мокрый снег и дождь. Ветер западный – 6-11 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночи – минус 3, плюс 2. В горах местами до 8 градусов мороза, а днем до 5 тепла. Местами до плюс 10. В Черкесии небольшие осадки, мокрый снег и дождь. Ветер западный – 6-11 метров в секунду. Температура ночи – минус 1, плюс 1. Днем – 7-9 градусов тепла. В жизни бывает так непросто встретить несокрушимого и непробиваемого человека-каменную стену, человека-глыбу, зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ – банк сильных людей. Это «Большие вести». Прямом эфире мы продолжаем. На острый и злободневный вопрос от жителей ответил глава Прикубанского района Мухаммад Аминчумаев в ходе первоочного в текущем году приема граждан по личным вопросам. Что больше всего заботит людей и в чем просят содействия у руководства муниципалитета в материале Ахмата Халкичева. Диалог с населением не прекращался и в период ограничительных мер, предпринятых из-за пандемии коронавируса, но проходил в режиме онлайн. Людей заботят вопросы из самых различных сфер жизни. Преимущественно граждане просили районное руководство содействие в разрешении проблем, связанных с участием в программе господдержки молодая семья, а также земельных и имущественных отношений. У меня вопрос был, наверное, который касается всех молодых семей. Это молодежная программа и земельный участок на третьего ребенка. Вот ребенку скоро пять лет третьему. Вот. Ждали, ждали, но обещали, что в течение двух недель получим. Вот насчет молодежной программы надо еще чуть-чуть подождать. Четверо детей. И вот все еще ждем. Надеюсь, будем ждать недолго. Все просьбы обратившихся были внимательно выслушаны и зафиксированы протоколом администрации муниципалитета. В свою очередь глава района заверил граждан, что по всем обращениям в соответствии с установленным порядком будут приняты меры. Анализ делали, ну, скажем, обращались нам в пределах, скажем, 100 человек. Из 100 человек где-то 60% в течение недели получили ответ на свои вопросы. То есть вопросы разрешились. Где-то процентов 12-13 стадий решения. Ну, честно, до конца где-то процентов 17-18 ну, скажем, не в наших силах решить эти вопросы. Но в дальнейшем мы им советуем обязательно, куда обращаться, какие действия делать. Тут такое общение, оно обязательно нужно. Говоря о значимости диалога с населением, Мухаммад Аминчумаев подчеркнул важность данного формата общения с людьми для обеспечения открытости администрации. Ну, а чем доступнее она для граждан на любом уровне, тем эффективнее работает и решает насущные вопросы людей, резюмирует он. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Крыжево-Черкесия, Прикубанский район. Поменялись местами или как по сценарию голливудского фильма из 13 в 30, только вот наоборот. Родители выпускников школы этого года сели за парты и прошли всю процедуру ЕГЭ. Им представилась возможность показать уровень знаний по русскому языку и лично убедиться в организованности и объективности проведения единого госэкзамена. Вместе с ними в школьную атмосферу окунулась Фатима Даурова. Более 50 родителей сегодня собрались здесь на базе пятой школы, чтобы пройти единый государственный экзамен по русскому языку. Они в полной мере прочувствуют ту атмосферу, через которую предстоит пройти их детям буквально через несколько месяцев. Все по-настоящему. Замер температуры при входе, регистрация с учетом паспортных данных и отдельными группами родители направляются к рамке металлодетектора. Все металлические предметы вы должны положить на стол. Сюда в этот список включаются часы, мелочь и ключи. При проходе через металлоискатель вы забираете свои предметы. Пожалуйста, по одному проходу. Дальше уже в подготовленной аудитории, где рассадка экзаменуемых организована с учетом эпидемиологической безопасности. Возможность поменяться со своим ребенком местами не упустили родители, которые захотели своими глазами увидеть происходящее и передать увиденное своим детям. Пришел сюда с целью посмотреть вообще всю эту кухню и успокоить, так сказать, в будущем своего сына, выпускника. Я думаю, что ничего страшного, как вот иногда начинают писать в интернете родители или их перепуганные дети, что якобы злые, так сказать, преподаватели и люди от образования применяют драконовские методы, там обыски, там унижения и так далее. Но я более чем уверен, этого всего нет. Поэтому я хочу испытать, как говорится, на себе это и донести информацию, успокоить своего сына и его одноклассников. Помимо того, что им представилась возможность проверить свои знания по русскому языку, они также проследили весь организационный путь, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов. К родителям присоединились и представители Министерства образования Республики, общественных организаций и депутаты Народного собрания Карачаева-Черкесии. Родители увидят, как сканируются все работы, как они поступают. А в этом году наш регион принимает участие в апробации. У нас сканирование экзаменационных материалов будет проходить в каждой учебной аудитории. Поэтому всю процедуру каждый родитель прочувствует на себе. Мы очень надеемся, что они проговорят с детьми, объясняют, что это совсем несложный единогосударственный экзамен, правильно настроят наших ребят. И в соответствии с федеральным расписанием наши ребята достойно справятся с данным экзаменом. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Побывав в роли своих детей и испытав волнение, сегодняшние экзаменуемые будут лучше понимать и теперь уже знать, какие именно слова поддержки скажут выпускникам этого года. Фатима Дорова, Мухаммед Дашибока, Вести, Карачаево, Черкесия. Буквально за несколько дней здание школы искусств в центре Черкесска превратилось в полуразрушенный объект. Одни знают, а другие гадают, что случилось и почему в этом помещении уже нет окон. Демонтируют стены и крышу. Насколько для жителей республики дорога школа искусств и для чего нужно обучаться музыкальной грамоте, расскажет Альбина Ламкова. Здание детской школы искусств Черкесска является одним из старинных в городе. Его построили в 1936 году. За это время в образовательном учреждении были созданы и успешно работают многочисленные творческие коллективы. Их руководителями были профессионалы. За длинную историю школы выпущено более тысячи выпускников. Училась я уже давно, лет 28 назад здесь, по классу фортепиано. Преподаватели были замечательные, очень хорошие люди, всегда внимательные были ко всем деткам, объясняли, рассказывали. Не подлежит сомнению, что музыкальное образование развивает детей и приобщает их к высокому искусству. Желательно детям с раннего возраста прививать любовь к музыке. Зная и понимая это, многие родители планируют обучать детей музыкальной грамоте. Адам – будущий ученик. Он еще маленький. Из-за него это решение принял отец. Пока мальчику интересен только микрофон. Очень рады, что будет новая школа. Мэрия – молодцы. Планируем отдать его на гитару. Будет как великий гитарист Ян Гилан. Важно, чтобы талантливых детей выявляли в раннем возрасте. А музыке обучали профессионалы. В обновленном здании будет лучше постигать знания не только по хореографии и вокалу, но и эстетические навыки. Поэтому и было принято решение реконструировать детскую школу искусств. Работы ведутся по госпрограмме развития культуры. Сейчас здесь временная музыкальная пауза. Вместо игры на инструментах мелодичных голосов детей слышен звук дрели, стук молотка и других строительных инструментов. У строителей работа кипит. Объект нужно сдать в срок. Реконструкцию здания детской школы искусств планируют завершить до конца года, отметил начальник отдела капитального строительства и ремонта управления ЖКХ мэрии Черкесска Равиль Тикеев. Здесь будут построены новые кабинеты, актовый зал. Актовый зал на сколько вы рассчитываете место? На 182 места будет рассчитан. Ну и прилегающая территория будет благоустроена. Равиль Тикеев рассказал, что здание современной детской школы искусств невозможно будет узнать. Запланированная архитектура объекта будет гармонично вписываться во все рядом стоящие строения. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. Таким был четверг, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас финальные серии остросюжетной драмы «Небеса» подождут. Приятного просмотра и ждите везде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова